Агрессивные меры для агрессивных водителей. На дорогах Лан-Удэ достаточно часто можно встретить лихачей, тех ребят, что в торопях превышают скоростной режим, не церемонятся с разметкой или не уступают пешеходу. Госдума мыслит над тем, чтобы отбирать водительские права у таких автохулиганов. На 11 октября текущего года в республике Бурятия зарегистрировано 945 происшествий, в результате которых 99 человек погибло и 1178 участников дорожного движения получили ранения. В данных ДТП более половины водителей с пострадавшими ранее привлекались за административные нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Этот законопроект готовили в МВД России. Самое интересное то, что лишиться водительских прав можно будет только за нарушения, которые зафиксировали сотрудники ГИБДД в течение года. Камеры не в счет. Многие считают, что такая власть едва ли не спровоцирует коррупцию. Обратная сторона медали то, что план по трем нарушениям нужно будет выполнять. А при таком раскладе разговор с нарушителями будет коротким. Мы говорим о таких нарушениях, как если же водитель не пристегнут, либо пешеходу не уступил дорогу. То есть как результат это уже дорожно-транспортное происшествие. Вот это считается грубым нарушением. В последующем уже будет считаться как лишение прав. Как известно, у нас данное нарушение, отчет идет три именно пункта, начинается с момента именно вступления в законную силу данного законопроекта. Другими словами, грубыми правонарушениями будет считаться практически все, кроме страхового полиса и прочих мелочей. Из 450 депутатов на первом чтении за проголосовало 403. Скорее всего, законопроект еще будут менять. Подобное правило уже имело место быть в конце 90-х, однако тогда его быстро отменили. Именно из-за коррупции. Байер Цедыпов Андрей Дармаев, Жаргал Церендашеев. Новости дня.